этот огромный глянцевый коробок свое время обсирал кто только можно но не я первый раз когда я увидел и посмотрел ту самую неудачную презентацию я понял что xbox one это та консоль о которой я мечтал всю жизнь да ребят в этот раз видео будет о моей любимой консоли xbox one а игрой приставки которую мало кто понял но так или иначе который является базы для всех будущих xbox of пересаживайтесь поудобнее можете заварить себе чаечек не постесняйтесь прожать лайк на это видео поскольку в это видео я вложил больше души даже чем видос про xbox 360 поэтому мне будет крайне приятно увидеть от вас большую поддержку виде лайков и подписок и очень надеюсь что этот видос не пройдет мимо алгоритмов начну с той самой первой провальной презентации она кстати спойлер и задала весь дальнейший хейт этой консоли на тот момент подразделением xbox управлял don metric и его концепция мультимедийности устройства аля все в одном к сожалению провалилась кстати именно поэтому xbox one имеет под название one у нас же в интернете его звали просто хуан звучит коротко и понятно вся идея этой консоли заключалась безграничной мультимедиа если вдруг у вас есть эта консоль то вам не нужна больше тв приставка вы можете посмотреть тв через нее вы больше можете не ходить на тренировки по фитнесу поскольку у вас есть кинект вам не обязательно сидеть за компом чтобы общаться по skype потому что skype есть у вас даже в консоли также данная консоль позволяла делать три разных дела сразу к примеру общаться по skype играть в игры и представлять что вы юлий цезарь и да это была инновация на то время которое называлась снэп достаточно кстати удобная классная функция была которая реально давала возможность играть и болтать по skype у болтать по skype и смотреть youtube и для консоли подобная инновация реально давала эффект вау и особенно тогда когда общее окно ты мог закрыть специальным жестом при помощи камеры на то время для консолей это был реально вау это было реально инновационно но мэтрик сожалению рассказывала консоли на том мероприятие ровно также как я в этом ролике практически не упоминая игры многие к этому прикопались сделали кучу мемов что иксбокс это тв приставка что на презентации кроме как watch tv 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 remote tv experience tv 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 ничего не говорили и мемная сила решил что консоль xbox one это просто кусок говна без игр да и многим еще не понравился его дизайн внешний большой блок питания и очень тесный взаимосвязь с кинектом из-за которого консоль стоило дороже да продать консоль без кинекта майки додумались лишь через год кстати даже были те кому не нравился вес этой консоли и честно и никогда не понимал претензий по этому поводу ибо достаточно положить на полку и забыть это не наиграно правда кстати несмотря на этот провал по факту данметрик это не такой плохой персонаж в этой всей истории как многим показалось и он на самом деле конкретно для xbox one придумал многое но а конкретно об этом мой друг виджилл готовит интереснейший видос про бывшего руководителя иксбокса которую я вам советую посмотреть я не знаю успеет ли он опубликовать этот видос на момент выхода этого видоса но чтобы не пропустить лучше подпишитесь на его канал и поставьте колокольчик ссылку на него я оставлю в описании да как вы поняли самая первая проблема этой консоли даже до момента ее выхода стало очень плохое первое впечатление но судьба неудачи хуана не заканчивалась конкретно на презентации дальше масло в огонь подливали с сравнение разрешения а именно те самые бесячие 720p кстати в то время у поки было 900 и 1080 слиты эксклюзивы спустя пару лет на пк и поверьте в те времена эта новость настолько сбуломотила все игровой комьюнити что над фанатами иксбокса смеялись также как над этой обезьянкой хотя опять же глядя на сегодняшний день слив эксклюзивов это нормально ей даже последовала принципиальная стратегия sony признаться большая часть хейта было все-таки по факту но особой роли в том что консоль получилась реально хорошие он не играл несмотря на все я с уверенностью могу сказать что на xbox one выходили действительно классные эксклюзивные проекты райсен рима до сих пор одна из красивейших игры xbox one quantum break который помимо игры сразу включал в себе и сериал с выбором исхода действий killer instinct неплохой файтинг который достаточно хорошо развивался качественное пересдание gears wars русским переводом кстати четвертая часть довольно таки неплохая обожаю просто эту часть также выходила forza horizon 2 3 4 dead rising 3 sunset overdrive и hell и guardians и по секрету вам скажу как бы плохо якобы не был don metric при нем все эксклюзивные проекты вышли с русским дубляжом да и при всем при этом то количество эксклюзивных проектов делалось при меньшем количестве студий которые сейчас есть у майков xbox one как ни странно также отлично преуспел в развитии и медиаплана внутри своей системы поскольку благодаря кинекта встроенной программы монтажа и возможности записи геймплея момента который был в прошлом команда xbox сделала подборки крутых моментов клевых киллстриков и так далее и каждый игрок кто записывал свои моменты отсылая в xbox love под определенным хэштегом мог попасть видео и его могли откомментировать что мне кажется было клево сравнение с xbox 360 xbox one очень преуспел в нем убрались региональные ограничения что позволяет сейчас купить игру в любом регионе и каких-то ограничений не будет сделалась более лояльной системам покупки игр на двоих при помощи функции домашняя консоль но знаете опять же все эти плюсы еще немного перекрывались странными слухами про одноразовые диски про то что без кинекта xbox не включить и много всякой фигни в которую наверное верят до сих пор единственным жестким косяком руководства xbox по моему мнению была дистрибьюция а именно не одновременно старт консоли по регионам и из-за этого xbox восьмого поколения появился у нас в россии официально лишь через год да и на тот момент пока выходил xbox one на полках лежала ps4 и мало кто хотел ждать хуан ибо все играли на тот момент в новый killzone infamous в новые фифу и за целый год у нас в россии плойка настолько сильно вжилась что даже заядлые мои знакомые которые обладали xbox м 360 сменили консоль без проблем и даже не задумывались спасибо блин зачем мне покупать новый xbox если его нет если там он как тв приставка я же в те времена знал четко что мне нужен только xbox да если бы у меня было бы кучу денег конечно же я бы взял обе консоли почему бы нет но поскольку в жизни я всегда делаю выбор конкретно в этом случае я был за него уверен и не прогадал вы просто не представляете насколько было приятно забирать эту консоль да в том году я пошел на первый курс универа по каким-то причинам выход консоли перенесли еще на несколько месяцев вперед но я все равно его дождался и так сложилось что именно в понедельник выходной мой день я побежал на утро за этой консолью брал консоль я в 1с интерес по предзаказу но к сожалению придя в магазин прям на утро прям к открытию мне сказали ждать сообщения типа сообщения нет извини консоль выдать не можем я тогда пошел гулять по тсм сходил в другие магазины кстати там консоли были и мне даже на минуту зародилась идея может быть все-таки купить сейчас и типа пофигу с этим косарем но с предоплаты зато пораньше поиграю но буквально через минуту мне приходит смс мне выдают мой заказ и еще три игры в придачу кстати вот моя первая фотка консоли и тот самый бандл и знаете я я в тот день был счастлив как слон мне безумно был интересен каждый сантиметр данной консоли геймпад кинект сама консоль и в ней мне понравилось абсолютно все кроме до глянцевой поверхности несмотря на ее эстетичность и даже привлекательность у этой поверхности есть самый жесткий минус и это видимые царапины даже если вы консоли относились также как я бережно у вас на верхней крышке будет просто миллион царапин и они делались даже от простой тряпки это было ужасно гиппад данной консоли по сравнению с прошлым гиппадом от иксбокса 360 потерпел много изменений качество стиков убралась сзади выпирающая штука для батареек кстати именно батарейки это наверное еще один хейт данного геймпада ведь многим не круто иметь возможность выбора источника питания и менять его самостоятельно ну да ладно в целом геймпад был намного приятнее и удобнее чем прошлый но поначалу это раскрывалось не сильно скорее наоборот только лишь в течение времени ты понимал насколько он великолепен из инноваций геймпада были триггеры с вибрацией которые за счет своей обратной связи давали больше покружения в гонки в шутеры и пожалуй вот это вот затонированная панель да ранее xbox благодаря этой функции имел технологию по типу face app который давал возможность вам зайти в профиль просто взяв геймпад это было реально удобно но потом когда кинект перестал поддерживать игровой индустрии и на него перестали делать игры и в целом майки поняли что игроки настолько лениво что им не хочется размахивать как-то руками просто его забыли и это связь кинектом попросту пропала ибо новые геймпады стали делать уже без этого связывающего индикатора кстати кинект несмотря на свою ненужность довольно хорошо себе показал в отличие от первой версии он намного лучше считал движения узнавал игроков имел больший угол обзора тем самым позволял играть на более близком расстоянии это кстати было очень важно для наших российских квартир поскольку первый кинект требовал намного больше места да и в целом это была реально классная функция которая просто не пользовалась спросом если кто-то не знал то раньше даже в battlefield 4 при помощи него можно было выглядывать из-за угла да вот такие вот инновации что касаемо системы то за счет мультимедии xbox на тот момент не было равных ты мог подключить к нему тв приставку за счет hdmi на вход смотрите играть одновременно при помощи снепа общаться по skype и смотреть ролик на youtube и таких штук было реально много единственное что касаемо системы майки выбрали функциональность они простоту и опять же немножко прогадали поэтому первый дашборд пользователь xbox казался запутанным непонятным и признаться не быстро работающим были огромные вкладки и всех это бесило хотя это все было сделано опять же из-за кинекта ибо в меню при помощи жестов ты мог спокойно этим управлять руками и чтоб ты хоть как-то попадал на вкладку и сделали большими кстати очень нравилась эта функция поскольку когда ты смотрел фильмы если у тебя руки грязные от чипсов и чтобы не хватать геймпад при помощи рук ты мог просто поставить на паузу или закрыть фильм как по мне это было здорово связи с пониманием что аудитории не нравится скорость работы дашборта что там большие непонятные вкладки майки чуть ли не каждый год вводили новый дашборд который был все проще проще и самое главное остановился быстро работающим и за это кстати свое время они и убрали снэп ибо он перезагружал систему и из-за этого немного все тормозило в общем команда xbox со временем с консолью xbox one делала все так как от них требовали но популярность данная консоль стала набирать лишь через некоторое время в общем команда xbox со временем делала ровно так как ее требовали но популярность именно консоль стал набирать до некоторых моментов первый момент это было обратно совместимость да и он он состоялся прямо на и 3 и приемные и 3 все кто смотрел эту презентацию после окончания смогли вставить свой xbox диск от старого xbox а из конечно он был списке обратно совместимых игр и играть и это было настолько здорово и здорово особенно для тех кто сидел на 360 боксом до этого и его библиотека игры ну по сути перетекает с тобой в некс ге конечно в то время не обошлось без фонизм от sony boy в котором видите ли нету смысла играть в старые игры но зато сейчас они очень рады своей новой подписке которая позволяет скачивать игры по обратке в общем я не знаю как другим но обратно совместимость это был очень приятный сюрприз этой консоли и которая радует до сих пор второй важный фактор этой консоли это подписка game pass то самое предложение которое позволяет играть в новый эксклюзив microsoft с даты релиза еще в кучу игр данное предложение просто многим снесло башку не сразу конечно но со временем и до сих пор сносит башку всем тем кто только подтягивается к сообществу xbox а данные факторы они очень положительно сказались на популярности xbox а и прошедшие минусы почти уже никто не замечал к этому же офигенный такой плюс консоли а именно в снг добавил возможность покупать с аргентины если же раньше это могли сделать абсолютно все кто только мог или даже через россию то сейчас данный способ не такой уж и доступный но опять же если вы хотите себе приобрести игры подешевле как раз таки через аргентину или там турцию то советую обращаться к ребятам из их games которые помогут вам это сделать у них можно приобрести игры как для xbox one для xbox series так и оформить себе подписку ultimate если что это неоднократно проверены ребята поэтому и можно доверять и ссылку на них я оставлю в описании майки кстати это одни из тех кто учится на ошибках и довольно таки здорово и если же первые партии иксбокса 360 к сожалению сдыхали от перегрева то xbox one они сделали таким большим не просто так а как раз таки для того чтобы не нарваться на эту проблему еще раз ну а недостатки которые уже были на xbox one они решили исправлять в этом же поколении путем двух версий если же проблема в габаритах консоли и наличие блока питания решил xbox one с который намного меньше xbox one а то xbox one x решил проблему еще 720p дав возможность игрокам понять что такое 4к разрешение если честно то конкретно к модели xbox one x я всегда относился и отношусь скептически поскольку как вы поняли эта консоль получилась крайне промежуточной то есть актуальный срок ее жизни составил всего лишь по моему два года что как по мне для консоли очень мало да и 4к показатели это не тот показатель за которым лично я хочу гнаться поэтому после ее анонса у меня ни капли не возникло желание купить именно ее а вот ска мне понравилась поскольку она была маленькой и просто было удобно брать к бабушке что касаемо самого главного именно видеоигр восьмое поколение то где-то в году 2016 2017 было столько игр что я даже и не знал что пройти первым поскольку именно в году 2016 там был такой период что в одно время вышел titan fold 1 новые колда батла выходил по моему около них герс 4 новые форзы еще другие игры вообще данная консоль самого начала хотела бы больше связать свои будущие проекты с видео контентом и поэтому во времена xbox one был анонсирован сериал хэйла который кстати вышел совсем недавно был сделан просто офигенный проект want to break который помимо игры содержал еще сериал в котором ты мог выбрать что будет дальше он кстати был полностью переведен на русский язык но из-за опять же той самой первой провальной презентации что-то пошло не так и в общем не понял всю эту суть народ несмотря на то что консоль xbox one является самой самой любимой консолью на нее у меня было меньше всего дисков да и всего где-то 15-20 штук поскольку в определенный момент у меня появилась банковская карта который позволил мне не выходя из дома покупать то что я хочу но самый переломный момент в этом переходе на цифровой формат была ситуация с играми на рынке вы не поверите но в день релиза найти игру в москве в типичных для себя магазинов по типу м видео было не так легко и когда я в дату релиза к утру поехал в магазин для того чтобы купить брату gta 5 на xbox one получилось так что ее просто не было и в итоге мы решили купить ее через цифру что нам показалось намного удобнее ибо бегать по москве в поисках одного диска ну такое себе занятие и в целом не прогадали потому что мы приобрели еще тогда один xbox а именно xbox one с чтобы играть вместе и с помощью функции домашней консоли покупали один раз игру и играли вместе одновременно в целом на xbox one как на консоль конкретно в снг отлично стали смотреть именно концу поколения после выхода более новых версий но как мне кажется весь этот успех больше достигнут был именно правильным кропотливым маркетингом который как раз таки смог донести что слив эксклюзивов это неплохо ибо в них вы сможете теперь играть вместе со своими друзьями пкшниками правильное позиционирование выгоды подписки геймпасс при помощи которой не обязательно покупать игры по отдельности но все эти плюсы и минусы и даже плюсы мультимедии кинекта я понял прям с самого начала и если честно даже немножко было обидно что таких как я было немного да я был один из тех кто с самого начала своего контента топил за иксбокс сквозь бессмысленных хейт и оскорбления как бы тупо бы это не звучало но в 21 веке мнением людей которые не разбираются в консолях как раз таки управляют хайп и мемы но не их личный опыт в году 2015 для того чтобы уверить человека в том что xbox one это выбор обезьяны достаточно было лишь послушать то что сказала эти педиа сейчас на дворе 2022 год и знаете по сути xbox практически не поменялся но саму консоль стали сейчас любить больше и в этом есть парадокс поскольку тот самый xbox series это тот же xbox one но с более мощной начинкой майки просто поняли что восьмом поколении они все-таки создали довольно хорошую консоль именно поэтому не в новом поколении не меняли дашборд систему в целом и те самые функции обратной совместимости play anywhere домашнюю консоль поэтому они практически не изменили геймпад не изменили структуру подписки геймпад и в целом та самая база осталась именно от xbox one по факту новый xbox series это и есть xbox one но просто с новым железом но если опять же взглянуть на отношение консоли xbox series любит намного больше чем свое время любили xbox one я же до сих пор верен своим принципам и открыто заявляю что xbox one это просто прекраснейшая консоль восьмого поколения которая к сожалению просто была не понята записав это видео в году 2013 2015 на меня бы очень косо смотрели и наверное бы окрестили дурачком нашлось бы просто сотни комментариев о том какой я тупой и о том что я купил полное говно но мир настолько изменчив что одна и та же ситуация в разное время будет воспринято по-разному поэтому знаете ребят всегда выбирайте то что вам нравится не смотрите на кого-то и большое спасибо вам за просмотр я очень надеюсь что вам понравился этот ролик и если это действительно так то прожмите лайк и подпишитесь на канал также не забывайте писать свое мнение в комментариях о этой консоли и до новых встреч и